Братья и сестры, слушайте сейчас внимательно. Это очень великое откровение для тебя и для меня. Когда ты знаешь, что Бог тебя понимает, что Бог знает, когда ты хотел сделать что-то доброе, но у тебя это не получается. Бог знает твои намерения, и поэтому, приходя к Иисусу, мы можем находить мир и утешение. То, что мы иногда, к сожалению, у людей найти не можем. Это, что мы иногда не можем найти. Я приветствую всех вас, я приветствую всех вас, именем Господа нашего Иисуса Христа, и также мы приветствуем всех тех, кто смотрит наши служения по интернету. Слава Господу, что мы имеем одного Бога. Дякую Богу, что мы имеем одного Бога, который сродни Лоскровиус, и мы, братья и сестры, и мы, братья и сестры. Друзья мои, я желаю предложить нам текст Священного Писания, всего один стих, это первое царство, первая глава, пятнадцатый стих, и отвечала Анна и сказала, Нет, Господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секира я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Друзья мои, здесь мы видим человека, в роли священника, который стоял на служении, который совершал ходатайственные молитвы и прошения за народ израильский, но, друзья мои, он был человек, и он ошибся, тема моей сегодняшней проповеди будет, братья и сестры. Бог тебя и меня понимает. Бог versteет dich и меня. Друзья мои, священник ошибся. Мои, друзья мои, священник ошибся. И это свойственно людям. И это свойственно людям. Но когда он узнал, что эта женщина скорбящая духом, als er aber gemerkt hat oder erkannt hat, dass diese Frau wirklich betrübt ist, и она пришла пред Господом принести нужду свою перед тем, кто может ей помочь. Никто из людей ей помочь в этом вопросе не мог. Нiemand von den Menschen konnte ihr in dieser Sache helfen. Она просила дитя у Господа. Sie hat bei dem Herrn um ein Kind gebittet. Братья и сестры. Братья и сестры. И Бог ее понимал. Und Gott hat sie verstanden. Мы сегодня имеем первосвященника Иисуса Христа. Haben einen hohen Priester, den Herrn Jesus Christus. Который нас понимает сто процентов. Der uns komplett versteht. И я хочу вам сказать, братья и сестры, мы иногда сталкиваемся с похожими ситуациями. Manchmal werden wir конфронтированы mit ähnlichen Situationen, когда у нас проблема. Wenn wir ein Problem haben. Когда у нас скорбь. Wenn wir ein Leid haben. Когда у нас что-то болит. Wenn wir einen Schmerz haben. И нас люди не понимают. Und die Menschen uns nicht verstehen. Может быть, когда мы делаем какие-то ошибки. Vielleicht, wenn wir einen Fehler machen. und die Menschen uns nicht verstehen. Blütsche uns nicht verstehen. Die, die uns nahe stehen, sie verstehen uns nicht. Может быть, даже кто-то из служителей тебя nicht понимает. Vielleicht versteht dich sogar jemand von den Dienern nicht. Господь тебя понимает. Der Herr versteht dich. Вы знаете, братья и сестры, это всегда утешало меня в жизни мою. Das hat mich immer wieder getröstet in meinem Leben. Когда я понимал, что то, что я не могу рассказать человеку, то, что я не могу объяснить людям, das, was ich den Menschen nicht erklären kann. Мне совсем не нужно объяснять Богу. Бог не имеет в этом необходимости. Gott braucht das nicht. Он знает всю нашу проблему. От A до Я. Он знает твою мотивацию. Он знает твои искренние желания, если они искренние. он знает твою скорбь. И он понимает тебя. Знаете, на страницах Священного Писания есть такая история. Иисус Христос сам рассказывает ее. О блудном сыне. Он говорит, у одного человека было два сына. И вот младший сын пришел к отцу своему и сказал, отец, раздели имение, дай мне часть, которое по праву принадлежит мне, и отец разделил имение. отдал младшему сыну. Он взял свою долю и ушел в дальнюю страну, живя распутно. Он и отец и отец и знаете, жил распутно так, что Христос посчитал нужным объяснить, в какое состояние он вошел. в какие условия он попал, и как ему горько там было, расточил он имение, живя распутно, Библия говорит, с блудницами. Он отец его отец и отец отец и отец отец и когда у него ничего больше не было, когда деньги закончились, потерял друзей, остался один и пошел нанялся пасти свиней и хозяин этих стад свиней он не разрешал ему даже кушать то, что кушали свиньи. Он был бы рад этим питаться. и вот вы знаете, помнившись и вы знаете, он пришел в себя и решил вернуться к отцу своему и решил вернуться к отцу своему принял решение и пойду к отцу моему и скажу отцу моему отец я согрешил против неба и пред тобой я уже не достоин называться сыном ты прими меня пожалуйста в число наемника поднялся и пошел и пошел и когда шел домой отец вышел встречать его я могу предположить что отец не раз выходил смотрел в ту сторону куда когда-то уходил сын потому что это же должно было так случиться что увидел его не слуга не брат но отец увидел его в тот момент когда он возвращался домой слуги наверное спокойно спали может быть и брат отдыхал но отец не спал отец переживал отец его ждал и когда он увидел возвращающегося сына я не знаю по каким приметам он его узнал наверное по походке лет но ног он 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 уже был в лохмотьях эти одежды не нравились и отец побежал навстречу с сыном, побежал навстречу, я не знаю, какого возраста он был, но я могу себе представить, если это был уже взрослый сын, и уже что-то заработал, то, наверное, это был пожилой отец, и ему, наверное, было нелегко бежать, но он побежал навстречу сыну своему, и вы знаете, и пал ему на шею, и обнимал, и целовал его, и когда он уснулся, и услышал слова сына своего, и когда он услышал слова сына своего, отче, я согрешил пред небом и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, и принял меня в число наемников, христос рассказывает, что ответил отец. Христос рассказывает, что ответил отец. Он стал громко кричать. Слуги, идите сюда. Кнехте, кемте, кемте, снимите с него эту грязную одежду. И перстень ему на руку. Гебте ему на руку. Закалите от кормленного теленка. И слахте это переместительное колб. Мы сейчас же будем праздновать возвращение сына. И начали радоваться и веселиться. И вот вы знаете, приходит с поля старший сын. И слышит там веселье. Кто-то радуется, празднует. И он позвал одного из слуг. Что случилось? Он говорит, брат твой вернулся обратно. И отец твой для него устроил этот праздник. И Христос говорит, услышав этот старший сын, не захотел войти. Он не хотел войти. Вышел отец. И звал его. И он не захотел. И он не хотел. Дорогие братья и сестры. Дальше рассказывает нам Господь. Дальше рассказывает нам Господь. Как старший сын. Как старший сын. Как старший сын. Стал как бы высказывать свои обиды отцу своего. Сеинен шмерз seinem Vater ausgesprochen hat. Вот я говорит, столько лет работаю у тебя. И ты мне даже не дал козленка, чтобы порадоваться с друзьями. А это вот сын твой. Который все расточил. Который все расточил. Ты для него заколол откормленного теленка. Ты для него заколол откормленного теленка. И посмотрите, что говорит отец. Сын мой. Все мое твое. И посмотрите, как красиво. Посмотрите, как смотрел отец на все, что он имел. Стал как кабdelет любовь. Все мое твое. не просто Козленок, но все мое имение твое, сын мой, возьми, празднуй, радуйся, все мое твое, как по-другому смотрел на этот старший сын. Будучи сыном, он даже не чувствовал себя в той роли, в которой видел его отец. Он думал об отце, что отец даже ему и Козленка не дал. А отец рассматривал сына своего полноправным наследником всего. Вот такая разница. И вот посмотрите, он принимает блудного сына. Он понимает его. И он понимает его. Братья и сестры, для чего рассказывал Иисус Христос этот пример? Для того, чтобы во всю историю христианства все люди, попавшие когда-то в такие условия, в такую ситуацию, могли понимать любовь отца, что Бог ждет возвращения блудных сыновей и дочерей. И даже тогда, когда твои старшие братья и сестры тебя не понимают, и тогда, когда они могут простить, отец твой небесный тебя понимает. Он готов тебя простить. Он готов устроить для тебя праздник. Он готов устроить для тебя праздник. И признать тебя и объявить тебя сыном. И дочерью воскресшей из мертвых. Так говорит Христос. Так говорит Христос. Отец сказал о блудном сыне. Этот сын, он пропадал и нашелся. Был мертв и ожил. Он был мертв и ожил. Слава Господу, дорогие братья и сестры. Слава Богу за такого Бога. Слава Господу за такого Господа. Слава нашему Христу, первосвященнику. Который тебя и меня понимает. Братья и сестры, слушайте сейчас внимательно. Это очень великое откровение для тебя и для меня. Когда ты знаешь, что Бог тебя понимает. Бог знает, когда ты пас свиней. Когда ты ходил голодный и холодный. А Бог знает это. Бог знает, когда ты хотел сделать что-то доброе. Но у тебя это не получается. Бог знает твои намерения. Бог знает твои намерения. И поэтому, приходя к Иисусу, мы можем находить мир и утешение. То, что мы иногда, к сожалению, у людей найти не можем. То, что мы иногда, к сожалению, у людей найти не можем. Вы знаете, как я уже сказал, это свойственно людям. Иногда нам полезно, братья и сестры. Это нас приближает к Богу. Это сродняет нас с Господом. Посмотрите на Иова. Что этому человеку пришлось пережить. Сколько странных мыслей проходило через его голову и сердце. Будучи человеком, как он думал о Боге. Он, который человек, как он думал о Боге. Господи, ну для чего все это? Господи, ну для чего все это? Боже мой, за что все это меня постигло? Почему мне все это было? Это же просто ужас, что он пережил. В один день лишился всех своих детей. На один день лишился всех своих детей. Не говоря уже здоровья и так далее. Оно, чтобы он уже говорили и все остальное. И вот вы знаете, и он думает. И вы знаете, он думает. За что? Воверит меня все это? Бог смотрит. И Бог смотрит. Приходят друзья. И они тоже что-то думают. И они тоже что-то думают. И они анализируют. Они анализируют. Я вам хочу сказать, что этот праведный человек, он не имел, значит, эта в кругу своих друзей, он не имел, значит, это, в кругу своих друзей, знаете, таких легкомысленных, я думаю, что там были друзья, которые старались жить праведно, потому что Иов был праведным мужем. И я могу предположить, это была элита именно этого города. Элита той местности, где жил Иов. Элита, которая была особая категория людей. И они пришли сочувствовать Иову. И они говорили что-то. И когда Бог все это оценил, все взвесил на веса, братья и сестры, Бог не человек. Бог смотрит по-другому. Бог видит нашу ситуацию во всем его контексте. Бог знает все. Слава Богу. И он стал коррегировать всех этих жалких утешителей. И он стал коррегировать всех этих жалких утешителей. что защитить, которые они там говорили, которые они там говорили, Бог сказал так. Теперь будет вот так. Вы, друзья Иова, идите к Иову, пусть он помолится о вас. Потому что никто из вас не говорил так верно, как раб мой Иов. Молитву о вас приму от него. А в Иове Бог достиг такую личность. Которая была в состоянии, в конце всего этого сказать примерно такие слова. Я полагаю, перст на уста мои. До сих пор я говорил, теперь не буду. Господи, говори ты. Это муж Божий. Муж веры. Которому принадлежат такие слова. Когда гнила плоть его. Когда части тела отпадали. Он сказал, а я знаю Искупитель мой жив. И он в последний день восставит свою распадающуюся кожу мою. И он в моих глазах, никто другой, я узрю Спасителя. И мои глаза, никто другой, я узрю Спасителя. Это муж веры. Это муж веры. Это муж веры. Это муж веры. Слава Богу. Дорогие братья и сестры. Дорогие братья и сестры. Да благословит нас Господь. Моге der Herr uns segnen. Проходя испытания. Может быть искушения. Может быть искушения. Переживая какое-то непонимание. Чтобы мы не спешили разочаровываться. У нас у всех с вами. Есть один Отец. Который нас понимает. Дорогие братья и сестры. Один первосвященник. И Иисус Христос. Который за нас умер. Пролил свою драгоценную кровь. Который хадатуистует за нас. Я вспоминаю об одном Откровении. Я вспоминаю об одном Откровении. Вы знаете, было такое открытое собрание. Это был брак, свадьба там еще в России. Это была еще одна общество. В России было собрано много народу. Было много народу. Была большая палатка. И вот вы знаете, там народ Божий молился. И вдруг идет такое Откровение. И Иисус Христос. И Иисус Христос. Стоя с распростертыми руками пред Отцовом Своей. Стоя с распростертыми руками пред Отцовом Своей. Руки пронзенные. Так, как будто они только что пережили все это. Так, как будто они только что пережили все это. И хадатайствует пред Отцом Своим Отче. И Иисус Христос. Прости моим детям. Прости моим детям. Это дает нам дерзновение и надежь. Это дает нам дерзновение и надежь. Уже если Христос о нас попросит, то Божье Благоволение в нем принесет ответ. Тогда будет Господь у него ответить. Потому что только в нем Божье Благоволение И мы становимся чистыми, праведными, даже святыми. И мы становимся чистыми, праведными, даже святыми. Благодаря Его крови. Слава Господу! Мы сейчас будем молиться. Давайте, братья и сестры, воздадим Богу славу. Брюди и сестры, lasst uns dem Herrn дanken, что Он нас понимает. Dass Он нас versteет. Давайте поблагодарим Господа, что Он наш первосвященник. Dass Он unser хоропристер. Аллилуйя! Может быть, в нашем собрании с личностью, кто еще не примирен с Господом, кто желает примириться с Господом, подобно, как когда-то возвратился блудный сын. Сегодня твой день. Бог тебя понимает. Бог versteет тебя. Бог видит, что ты сидишь в собрании. Бог знает, зачем ты пришел. Бог знает, почему ты пришел. Бог видит, что ты слышишь эту проповедь. И взвешиваешь свое решение. И ты твои решения обвешиваешь. Сделай это сегодня. Махи сегодня. Бог тебя понимает. Бог versteет тебя. Слава Господу. Встань наши ноги и будем молиться. Мы будем молиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!